И о спорте. Семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые медали. Таков итог выступления дагестанских борцов на гран-при Иван Ярыгин. Международный турнир в течение четырех дней проходил в Красноярске. На месте работал мой коллега Курбан Рагимов. Он подготовил краткий обзор последнего дня турнира. Еще за день до окончания турнира было известно, дагестанцы обошли всех в медальном зачете. Сегодня, в последний день турнира, разыгрывались награды в четырех оставшихся весах. Шансы на золото имели трое наших вольников. Эта удачная атака стала кульминацией финальной встречи в весе до 86 килограммов. Даурен Круглиев оформил досрочную победу над турком Фатихом Эрдином. Золотая медаль Ирыгинского позволит борцу вновь представить страну на крупном международном турнире. Сейчас будем 6 февраля поедем на сборы. Скорее всего, это будет первый сбор на чемпионате Европы. Или впереди, может быть, и Кубок мира, вроде говорят, где Кубки. Видно будет, как тренеры расскажут. Готовится дальше, следующий мир лицензионный. Так что американца надо еще наказать. Одним из главных открытий турнира стал Магомед Курбанов. Свои медальные амбиции Хасавиртовец продемонстрировал еще в первой схватке, где сумел остановить многоопытного Амзора Уришева. Жирную точку в успешном выступлении сборной поставил полутяж Шамиль Мусаев. Для победителя молодежного первенства мира эта победа пока самая значимая во взрослой карьере. За чертой призоров в этом весе остались фавориты чемпион Олимпиады Кайл Снайдер и его обидчик Расул Магомедов. Где же Олимпиад Кайла Снайдера? Это облегчил задачу победить? Нет, я сам тоже хотел с ним встретиться. Но не получилось. И сегодня так, завтра. Раньше, я думал, я никак не смог бы выиграть Оригинский. Ну, вот сейчас получилось у меня, благодаря моим тренерам, кто меня подготавливал, всем родным и близким, кто меня настраивал, поддерживал. Конечно, всем спасибо. До финала дагестанцы не дошли только лишь в весе до 74 килограммов. Здесь победа досталась Заурбеку Седакову, Магомед Курбаналиев и Азамат Нуриков – бронзовые призеры. Таким образом, сборная республики повторила свой успех годичной давности, выиграв в общей сложности 7 медалей высшей пробы. Такого результата на Оригинском пока не показывал никто. Я думаю, не то чтобы сложно, это практически невозможно такое повторить, потому что из 10 веселых категорий, из 7 чемпионов, казалось, это рекорд будет такой, который надолго стоять. И в этом году случилось так, что мы подтвердили тот же результат и довольны, счастливы. Наверное, немаловажную роль играет микроклимат, который в команде находится. И там все на одной волне находятся. Думаю, это очевидно. И результаты пошли, и ребята улыбаются, и тренера довольны. Я надеюсь, что и наши болельщики будут довольны. Мне приятно отметить, я курирую дагестанскую сборную. И сегодня здесь практически в каждом весе выступают мои ребята, кроме двух весов, 74 и 125. Поэтому 8 финалов, это замечательный результат. Я хочу заранее, хотя еще впереди остались спадки, поздравить сборную команду Дагестана Сажидова, главного тренера, президента федерации борьбы Дагестана, с прекрасной победой, которая одержана здесь, в Красноярске.